Конференция для меня показалась очень полезной и интересной, потому что вот эта инновационная тематика, она, с одной стороны, может быть, немножко сейчас звучит рановато с точки зрения того этапа, на котором отрасль находится, но, с другой стороны, уже очевидно, что это становится основным трендом, и все больше и больше внимания всех участников рынка и регуляторов концентрируется на этой тематике. Поэтому хорошо, что Адам Смит выбрал этот формат отдельный проведения конференции по инновациям в области разработки новых препаратов, новых систем. Мне кажется, это как бы очень правильная тематика и фокус. Если говорить о тенденциях, которые мы можем ожидать в ближайший год, то я бы, наверное, говоря о российском рынке, в первую очередь, выделил бы переход к GMP, который всех ждет в начале 2014 года, и поэтому в этом 2013 году, я думаю, будет много событий происходить, которые вызваны тем, что все будут готовиться или, наоборот, не готовиться к этому переходу. С другой стороны, мы видим нарастание конкуренции уже локальных производителей, что тоже благотворно влияет на рынок, так как все больше и больше игроков начинает для того, чтобы как-то дифференцироваться, задумываться об инновационной продукции, которая была бы под патентом, и, соответственно, начинает больше уделять внимание и инвестиции на именно разработки новой продукции, а не повторению, воспроизведению чего-то, что уже есть. Поэтому я бы, наверное, вот эти две основные тенденции выделил. Также еще, наверное, хочется сказать о том, что достаточно бурно развиваются фармацевтические кластеры, и, мне кажется, вот их объединение, которое появилось сейчас на рынке, Союз биофармкластеров, они тоже начнут какую-то повестку формулировать для всех уровней власти, для участка рынка, который будет тоже благотворно влиять на развитие ситуации и развитие рынка.